Очень важно, чтобы любой армянин, который проживает на территории России, в первую очередь те, которые являются гражданами Российской Федерации, чтобы они в первую очередь были очень хорошими гражданами России. В первую очередь. Потому что вы действительно граждане Российской Федерации, те, которые являются, и те, которые не являются, но живут в Российской Федерации, даже временно, они должны себя вести как прилежные граждане Российской Федерации. По-другому нельзя. По-другому не получится. Если вы не хорошие граждане Российской Федерации или в той стране, где вы живете, проживаете, у вас гражданство этой страны, я не верю в то, что вы можете быть еще хорошим армянином. Не получится. Вы самые прямые, самые, наверное, наилучшие послы Республики Армяни, будучи гражданами Российской Федерации. Потому что вы представляете свой народ, представляете и республику, и поэтому ваше любое начинание положительное, хорошее, естественно, оно добавляет нечто в силу вашей родины, ваших предок, или как вы хотите ее назвать. Мы два очень близких государства, Армения и Россия. Каждый армянин, который там живет, должен относиться к своему присутствию на территории Российской Федерации очень-очень серьезно. Потому что, может быть, сто человек или тысяча человек делают добро, но появляется один, который делает что-то не то. Поэтому Армения и в лице президентского института мы будем поддерживать любое положительное, хорошее начинание, которое будет на территории, будь то в области культуры, науки, бизнеса, все, что хорошее, будет полностью поддержано. Армения – это маленькая страна, но учтите, мы все-таки глобальная страна, мы по всему миру живем. Самое главное – понять, что все равно мы одно и то же, независимо от того, где родились, сколько у меня во мне крови, допустим, 100% армянской или, может быть, 5%, неважно, если ты любишь свою страну. Если ты живешь в России, ты гражданин России, ты любишь Россию, ты любишь Армению, там конфликта интересов нет, наоборот. Чем больше ты будешь любить Россию, тем лучше будешь любить Армению, и наоборот. Чем больше ты будешь любить свою историческую роль в Армее, тем лучше гражданин ты будешь на территории Российской Федерации. Одна из наших инициатив – это вернуть гюморик жизни. Ну, я начал в первые дни, когда стал президентом, и до выборов в парламенте я ходил в Гюмри по очень простой причине. У меня есть долг перед Гюмри. В 1996 году, когда был премьер-министром, это было всего 8 лет после землетрясения, я стал премьер-министром, я поехал в Гюмри, мне казалось, что люди должны меня встречать, знаете, как с камнями, потому что мы просто 8 лет забыли о них. Я приехал в Гюмри, значит, не камнями меня встречали. Меня встречали эти бабушки, которые жили в этих вагончиках, приглашались к себе домой, хотели накормить. Все были такие добрые, все ждали чего-то. Ну, так случилось, что из-за болезни я перестал быть премьер-министром, тогда у меня была идея, я успел только восстановить один дом. Это Дитоксотстун, это этнограммический музей. Я успел за это время его восстановить. Ну, вот долг-то остался. И оказывается, что дело не в том, чтобы построить дом, а главное в том, чтобы внимание показывать. Вот я начал как президент приходить туда, иногда один, иногда женой ходить на концерт или в театр, посидеться в ресторане и говорить об этом, что Армения – это не Ереван. Армения – это все. Почему с Гюмри? Потому что это самая большая проблема. Потом у нас есть Ванадзор, потом есть Капан, потом есть Арцах. Мы армяне, мы сами армяне, забудем от туристов. Знаете, сколько было год тому назад людей, которые посещали Гюмри? 30 тысяч. Ну, говорят, 38. Ну, это… А сколько посещали Грузию? Тот же самый год. Больше миллиона. Больше миллиона посещений. Для меня Гюмри намного красивее город. Действительно, он красив. Это старый город, у которого есть характер. Это прекрасные люди, у которых прекрасный характер. Это люди, город, где очень много армянской культуры, искусства, артисты, даже юмор особенный. Правильно? И восстанавливать Гюмри – это не только строить жилье для людей, а просто отношение к этому. Я очень рад, что за полгода уже пять раз больше было посетителей, чем в прошлом году за весь год. Мы сами не знаем свою родину. Первым делом мы сами должны открыть для себя свою родину. Те, которые живут в Ереване, те, которые живут в Москве. Пожалуйста, когда приезжайте сюда, не только в Ереване, приезжайте в Лоры, в Виджеван. Люди прекрасные. Природа феноменальная. Феноменальная история. Вот с этими словами я хочу еще раз поблагодарить вас, пожелать всего наилучшего. И приезжайте еще. Гевардян, руководитель Краснодарского регионального отделения Союза армян России. Антонов Георгий Антонович, руководитель регионального отделения Союза армян России по Кузбассу. Добрый день, господин президент. Я Монок Жамиров, председатель президента Московской коллегии адвокатов, а по образованию юрист государства в этом. Здравствуйте. Господин президент, Вильмишан Меружан, региональное отделение Союза армян России в Московской области. Здравствуйте. Продолжение следует. Продолжение следует...